Давайте посмотрим теперь некоторые намазы, вернемся 14 веков назад в это путешествие с вами, братья мои, нашими сердцами, и посмотрим, какое братство было среди сахабов, среди таби'инов. Саад ибн Раби'а, он жил в Медине, вы знаете, что мухаджиры переселились в Медину, и пророк Мухаммад, саллаху алейкум, побратовал одного мухаджира с одним ансаром, то есть, чтобы они были между собой, братьями. То есть, представляете, все оставили жители Мекки, все оставили в Мекке, имущество, дома и все, и так далее. Как сейчас бывает, приезжают сюда беженцы из Палестины, все оставили там, и так далее. То есть, вот так пришли, и тогда побратовал Абдурахман бен Раби'а. У Саада было два сада, и он сказал, смотри, у меня есть два сада, один я тебе дарю, тебе. Какое хочешь, выбирай. У меня половину имущества я даю тебе. И до того, как Аллах приказал хиджаб, он говорит, у меня две жены, две жены, то есть, какая вот именно у него, как вот эта степень иманы была, то есть, какая две жены, я разведусь с одной, женись на ней. Но, однако, Абдурахман бен Ауф не был, то есть, не был человеком, который за счет брата хотел обогатиться. Как часто бывает, только предложили, он сразу все, давай. Нет, говорит, джазакаллахайр. Пусть Аллах тебя даст барака, в твоем имуществе, в твоем саду. Покажи мне, где у вас находится рынок в Медине. Показали ему на рынок, и он начал заниматься торговлей, и стал одним из богатейших сахабов, одним из богатейших сахабов Абдурахман бен Ауф. То есть, такое было братство, то есть, среди мухачерами и ансарами. Кали Абдуллах ибн Умар, сын Умара, рада Аллаху Айн, сказал, То есть, Абдуллах ибн Умар, он жил во время сахабов и застал из таби'инами. И рассказывает, что с таби'ином, что было во время сахабов, во время первого поколения. Как сказал пророк Мухаммад, саллаху алейсалям, Самый лучший из веков, мой век, век сахабов. Потом, кто после них, таби'ин, потом, кто после них, таби, таби'ин. Три золотых века. Но Абдуллах ибн Умар рассказывает таби'инам, которые не застали посланника Аллаха, он был сахабом. Абдуллах ибн Умар, что было, как они были, как они жили во время сахабов, во время посланника Аллаха, саллаху алейсалям, и сказал, Великие слова. Говорит, мы жили в те времена, то есть во времена посланника Аллаха, саллаху алейсалям, когда брат мусульманин был дороже нам, чем золото и серебро. Но сейчас мы застали то время, когда золото и серебро дороже нам, чем наши братья. Субханаллах. Великие слова. Стоит нам всем задуматься. Некоторые из сахабов сказали, Удивительные слова. И указывает на искренность. Говорит, Клянусь Аллахом, я стесняюсь просить за своих братьев рай у Аллаха в тот момент, когда я сам жадничаю своему брату в динаре или в дирхаме. То есть, брат обратился, есть возможность помочь. Нет, брат, я тебе не помогаю. Хотя есть возможность помочь. Родственнику, близкому и так далее. Но сам просит, О, Аллах, веди моего брата в рай. Говорит, стесняюсь у Аллаха просить рай, великий рай, когда копейку жалею своему брату. У него был большой долг. Но у него был брат в исламе. Звали его Хейсама. У него тоже был долг. И он узнал, что у Хейсамы есть долг. Также и у Масрука был долг. И пошел, не свой долг закрыл, а своего брата Хейсама. А Хейсама знал, что у Масрука был долг. И не зная, что он его долг закрыл, пошел закрывать его долг. И потом, когда возвращается, их долги закрыты. Так они закрыли друг за друга долги, не зная, что он за него закрыл, а он за него закрыл. Вот это вот братство искренне ради Аллаха. Некоторые клали себе под подушки сахабы, деньги там, запас откладывали. Как бывает там, все хранится. У некоторого супруги там деньги хранятся и так далее. А он какие-то деньги откладывал под подушку. Вдруг придут братья нуждающиеся, ему помогу, дирхамы, динары. Поэтому говорили следующие слова. То есть, говорят, некоторые не в руки давали, а под подушку ему клали, отправляли к какого-то человека. Не знаю, вот вам пришла помощь от кого-то и так далее. В книгу ему подкладывали, в карман забрасывали. Что, чтобы ему неудобно, он не чувствовал неудобства передо мной, что как бы в некость себя такой вот неудобства не чувствовал. Дал, забудь, ради Аллаха, су-хан-та-ля, ты дал. Жди награду от великого Аллаха, а не от людей. Поэтому многие из нас что, ждут, когда его поблагодарят? Дают и так далее, су-хан-та-ля. Бывает, некоторые люди, а ста-ху-хан-та-ля, даже помогают мечети, и потом, например, имаму мечети и так далее, говорят, я же мечети, тогда помог. Субхан-та-ля, ты же Аллаху, дом Аллаха ты принес. Аллах говорит, су-хан-та-ля, никому ты помог, ни имаму не помог, ни этому. Ты в дом Аллаха, су-хан-та-ля, помог. И говорит, вот, я мечеть помог, я там, тогда это. Аллах не нуждается тогда, если ты так даешь. Аллах не нуждается в тебе, не нуждается в твоей стадии. дал ради Аллаха, забудь. Поэтому, субханаллах, именно должно быть искренностью ради одовольства Аллаха, субханаллаху ате'аля. Поэтому некоторые сахабы, как, например, Хасин Басри, он всегда прятал по своей кровати рутапы, свежие финики. Поэтому говорил когда братья приходили навещать, говорил, что я для вас их специально убрал. Как раньше, помните, бабушки, дедушки сахар, прятали что-то сладкое, мед. Когда приходили внуки, специально для вас оставила, сама не кушала. Поэтому Абу Хальда также говорил Абу Хальда говорит, пришли мы в гости Ибн Сирин, Мухаммад ибн Сирин, муфассир лахла, великий ученый. И сказал, говорит, со мной был Абдулла ибн Ауф. И тогда он нас поприветствовал и сказал, не знаю, как вас встретить, чем вас угостить. Я вас вижу, что вы достойные братья, навестили меня только ради Аллаха, и у каждого из вас есть дома хлеб, у вас каждого есть мясо, но однако я для вас приготовил то, что у вас нету, и брал мед, замороженный мед, и резал его, и делил, вот так угощал своих братьев, то есть специально откладывал какую-то вкусную еду, сладости для своих братьев. Поэтому мы сейчас поняли величие, уважаемые братья, величие, то есть какое вот это, как мы должны понимать, и какая награда за это, перед Аллахом, в таких отношениях, искренних отношениях. Это не только между братьями, сёстры нас тоже слушают, между сёстрами это то же самое должно быть по отношению друг к другу.